Совсем скоро стартует курс перезаливки или эпиперезаливки, работа с эпигенетическими метками и так далее, если более научный подход. Наверняка многие психологи могут со спокойной душой вспомнить и рассказать, что есть много направлений, где на сегодняшний день ведется работа с предыдущими воплощениями человека, с так называемыми кармическими историями, через расстановки, РПТ, тата-хилинг и так далее, когда поднимается травма и решение в прошлом воплощении, работа ведется с ресурсом, забирается это в жизнь, и у человека сценарий меняется, он чувствует себя лучше, и по многим заболеваниям идет облегчение, но не выздоровление. И вот эта техническая база сегодня много используется в психологии и психотерапии, более того, наука сегодня подтвердила, что кроме генов существуют еще и эпигены, и в эпигенах прописана информация, которая влияет действительно на определенные жизненные сценарии в текущей жизни. И изначально курс планировался с названием эпиперезаливка, то есть мы планировали работать с ДНК, с метельными метками и так далее. Это действительно большой объем работы, но после того, как мы действительно глубинно в подсознании расшарили и раскрыли тему и нашли техническую базу перезаливок, мы поняли, что их можно использовать значительно шире. Поэтому сегодня я вас познакомлю лишь с тем, чему мы будем обучать на курсе, просто по списку. Мы будем давать технике разрозненно перезаливка там, 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 там. Для чего мы это будем делать? Для того, чтобы у вас в голове начали возникать ассоциации и потребность самостоятельно сложить свои собственные алгоритмы. То есть мы вас учим буквам, а вы пытаетесь писать слова. Слова можно писать разные. И вот эту техническую базу именно в таком варианте мы впервые дадим вот в ближайшее время. Курс планируется с 8 сентября 2020 года. И в дальнейшем его можно будет видеть в записи тех, кто его пропустит сейчас. Потому что повторяться он не будет. А запись наша, если вы помните, дорожает в полтора раза по сравнению с тем, что вы имеете, если вы участвуете непосредственно в курсе. Это наше правило. Для тех, кто с нами работает на курсе, мы им даем скидку. Итак, что будет вот в этом курсе? Мы начнем, конечно же, с классической базы. Потому что психологам, психотерапевтам и людям, кто уже имеет какую-то психологическую базу за спиной или экстрасенсорную, им надо адаптироваться к нашим подходам. Именно к инфодайверовским. Поэтому мы начнем с эпигенетики, с того, как расставляются меточки, как с этим работать, как работает классический вариант, упомянем, и как работаем мы. Для того, чтобы вам было легче вклиниться в понимание сути, почему мы работаем именно так. И вот с этого момента мы пойдем дальше. То есть кармические истории после этого рассматривать не надо у человека. Не надо их тянуть в текущую жизнь человеку. Не надо вызывать его на эмоции, на слезы, сопли и так далее. Потому что все это забирает ресурс и вызывает обострение болезней. Наше дело, если мы работаем с человеком на результат, максимально быстро обеспечить результат. А это значит просто в подсознании убрать то, что мешает, изъяв при этом энергию на восстановление. И это можно делать быстро. Вот этому мы будем учиться. Это шаг первый. То есть мы вычеркнем, уберем кармические истории. Банально мы уберем то, что приносит вам, господа психологи, деньги. То есть человек, как правило, идет зачем к вам? Затем, чтобы повесил или лапшу на уши, успокоили, дали много энергии. И у человека потом приходит облегчение на какое-то время. И потом через неделю он заходит на следующий курс. Так вот в инфодайвинге такого не будет. В инфодайвинге на сегодняшний день возьмите свою ставку, сделайте выше. Но вы работаете с человеком, у человека закрывается проблема, он к вам больше не приходит. Зато приходят 10 других от него. Поэтому все-таки подходы инфодайвинга куда более эффективные. И замечу, если вы действительно качественно работаете и осознаете то, что вы делаете, и у вас есть результаты, то тогда это и выгодное. Если вы не осознаете, не понимаете и так далее, пытаетесь брать умом, прыгать в тот поезд, который вы не осознали, то да, у вас будут финансовые потери. Поэтому 7 раз подумайте, приходит ли вам в инфодайвинг. Дальше. С чем мы будем работать по перезаливкам на курсе? Мы будем работать с мирами. Это огромная тема в подсознании. И мы вам разрисуем, каким образом строится зазеркалье миров. Не просто показать, как мир строится, а каким образом и сколько зазеркалей есть у каждого мира. Минимальное количество, да? Вы поймете, насколько сложная геометрическая структура рождается в подсознании у человека. Дальше. Мы будем говорить о платформах. Каким образом работать с ними быстро и эффективно? Потому что не отработав платформы в надсознании, ничего в подсознании вы изменить не сможете. Потому что надо выстроить канал осознанности у человека. Мы будем работать с бутербродом. Работа там. Эго, ум, высшее я. Само собой, разумеется, как быстро и эффективно менять программное обеспечение, используя тупо перезаливки. Дальше. Мы будем работать с родовыми воронками. Но кроме родовых воронок мы будем... Последний день мы дадим очень жесткую тему по голограммам. Потому что когда в голограммах мы используем перезаливки, вы поймете, какая это бомбовая техника, сколько ресурсов приходит, как меняется отношение у вас в роду, как вдруг ни с того, ни с сего родственники ваши начинают двигаться вам навстречу и благодарно решать ваши вопросы и помогать вам. Это только внешнее. Более того, меняется здоровье и ваше, и их, и так далее. То есть вот эта вот часть голографическая, мы ее дадим на курсе. Не целиком упомянем, потому что на курсе целиком ее дать невозможно будет, слишком большой объем курса. Это пойдет на родовый курс. Но к голограммам и к важности осознаванию голографических построений мы придем на этом курсе. Дальше. Мы дадим информацию, как работать с порталами. И что такое порталы, откуда они возникают, когда они возникают. Это за зеркали. Кроме того, в обязательном порядке мы будем работать с ДНК, перезаливки там, РНК, перезаливки там. Однозначно мы поднимем мистические темы, как работать с мистическими темами. Потому что когда вы заходите жестко в подсознание, особенно когда начинают переплетаться миры за зеркали и так далее, то у вас могут появляться вплоть до чертей все что угодно. Как работать с этим? То, о чем говорят, когда говорят, не лезь в астрал, ментал, иначе анал накроет. Так вот, мы идем в субъективном восприятии, поэтому нам это все не страшно. Мы это все видим, осознаем и зачищаем. Просто банально техническая база, как с этим справляться быстро. С демонами то же самое. Какая разница, в какую форму вы видите. Важно, что вы осознаете и вы имеете инструменты, как быстро это дело выключить в подсознании. Мы будем учиться работать с текущими ситуациями через перезаливки, со снами. Мы будем работать с мандалами. Мы будем работать с микромиром и с макромиром. Дальше. Мы рассмотрим, каким образом перезаливки работают, как массовые психотехники с массовыми влияниями. Это огромнейшая тема. Во всяком случае, мы сможем дать принципы работы, как это делается быстро и качественно. Кроме того, ситуации, эмоции мы научим такой технике, как отжим. И дадим выжимки, как работать определенная платформа, совместить работу с платформой, с отжимом, с перезаливкой. Дальше. Как жизненные ситуации перезаливать, как столбами работать, странами, эгрегорами и так далее. Дальше у нас будет большая тема, называется МИГИ. Это по сновидениям и по управлению текущим днем вашим. Эта тема никогда не раскрывалась. На этом курсе мы планируем сделать ее впихуемой в этот курс. Дальше. Работа с внутренними органами, как перезаливки работают. Работа с болезнями, как перезаливки работают. Работа с вирусами, инфекциями и так далее, как перезаливки работают. Потому что, например, перезаливки при работе с псориазом и с ковидом оказались одной из самых крутых техник, которые дают действительно очень большой выхлоп. То есть, смотрите, я зачитала только то, что мы планируем впихнуть в этот курс. Я понимаю, что 4 дня по 3 часа – это очень мало для того, чтобы это все впихнуть. Значит, впихивать будем быстро. А это значит, у вас останется очень много на самостоятельную доработку. Итак, господа, когда вы приходите на продвинутые курсы, а это уже продвинутые курсы, всегда помните, что либо вы изначально осваиваете и учитесь работать самостоятельно, осваиваетесь начальные курсы, все это изучаете, погружаетесь и так далее самостоятельно. И этот навык самостоятельности и осознанного подхода дает вам возможность двигаться эффективно тут. Либо вы, ну я не тормоз, я медленный газ Мне разжуют и положат в ротик, как привыкли, что это делается при других формах обучения Мы вам в таком случае выдаем много И вы будете понимать, что перед вами накрыли стол И вам придется это все равно съедать самостоятельно Но в любом случае приходится съедать самостоятельно Другой вопрос, готовы ли вы, есть ли у вас уже опыт и умение Навыки владения вилкой, ложкой и тарелкой Вот это база курса по перезаливке, который планируется с 8 числа Если вам это интересно, для того, чтобы присоединиться к этой программе Надо зарегистрироваться на платформе Сабришин Выбрать данный курс, произвести оплату И у вас откроется доступ к этому дню, к первому дню И каждый день вы открываете новый день Вы видите новое видео, вы участвуете в чате с нами И вы имеете этот материал у себя в дальнейшем Для повторных отработок, перепросмотров и так далее Потому что все наши материалы, которые мы даем в дальнейшем Так или иначе, вы к ним будете возвращаться Вы их будете переслушивать И вы будете в них находить новое То, что вы не услышали с первого раза Потому что с первого раза взять тот объем информационный Который мы вкладываем в каждую программу Ну, практически невозможно И мы это знаем Поэтому для тех, кто действительно хочет углубиться в себя И действительно работает с информацией Точно так же, как работаем мы Действительно освоить инфодайм как профессию Мы приглашаем вас на этот курс Регистрируйтесь, добавляйтесь С удовольствием с 8 сентября Мы начнем с вами работать До встречи, друзья